Это уже пятая ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями в этом году. На сегодняшний день в органы занятости обратилось около 300 инвалидов. Трудоустроено по трехпроцентной квоте 209 человек. Направлено на общественные работы 48 инвалидов. С начала года мы провели 12 ярмарковакансий, из них это пятая у нас именно для лиц с ограниченными возможностями. С начала года у нас трудоустроены 298 человек. Это у нас и на постоянные рабочие места, на социальные рабочие места, на общественные оплачиваемые работы и на молодежную практику отправляли людей. Найти работу с помощью ярмарки вакансий удалось и 30-летнему инвалиду Михаилу Холостенко. Молодой мужчина потерял нижние конечности 10 лет назад в результате получения травмы по неосторожности на железнодорожных путях. Михаил за это время работал в разных местах, в том числе в мастерской по ремонту обуви. Как говорит мужчина, основным препятствием для работы было отсутствие специальных условий для труда. Сегодня молодому человеку предложили работу с заработной платой в 50 тысяч тенге. В данной ярмарке вакансий участвую я второй раз. Первый раз было не так уж много вакансий, не так уж много предложений. Но в этот раз получилось. Я соискал работу в нашем обществе защиты парализованных граждан, видеотекарем за компьютером. И зарплату достойную обещают, и работа непыльная. Будем стараться. На ярмарке вакансий для инвалидов сегодня были предложены вакансии от 15 различных предприятий. Так, например, в магазин автомобильных запчастей и СТО требуются шиномонтажники, грузчики, продавцы, кассиры и менеджеры. На сегодняшний день нам требуются кассиры, менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, грузчики тоже требуются, продавцы-консультанты требуются в магазин. Шиномонтажники, автослесари требуются. В целях обеспечения рабочими местами инвалидов сегодня был проведен круглый стол на тему содействия в профессиональном обучении, занятости и трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями. Обсудить эту проблему было предложено представителям учебных заведений и предприятий города. Айшат Абрагимова, Канад Аспокомбедов, программа «Факт».